Ранетки 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 Очень много. В общем, мы остались. Серёж, у тебя есть доверенность? Нет? У тебя, Серёж, тоже нет? У тебя, Серёж, тоже нет? У тебя, Паши, приселы. Ну, вот ты и забыла, или Крылов и забыла, или Серёжа и забыла. Никто до сих пор не знает, но я, честно, думаю, что я забыла. Ну, потому что у неё тут есть предостоложенность, да, таким вещам, то, что что-то забыть, потерять или сломать, оборонить. Да, так вот, смотрите. Но она обидится на нас, но мы любят. Да. Короче, Крылов забыл доверенность. Крылов, Крылов. Мы, конечно, понимаем, потому что у них там свои правила, то, что ребёнок не может выезжать без доверенности. Но у них же... Им не надо, чтобы их уволили, правильно? Правильно? Да. Да? А нам всё равно кажется, что никто приедет сюда, короче, откроет свою сумочку и найдёт там доверенность. Тогда мы пошёл. Безусловно вернулась, через три часа они с Крыловом прилетели просто на другом самолёте и, по-моему, с другого аэропорта. Ну, теперь, теперь доверенность есть у всех людей. Просто вот у всех. У Серёги Мельниченко, у Крылова, у Нюты, у мамы, там, у Наташки, не знаю, есть ли нет. Ну, в общем, у всех. Потому что Нютка, она вот любит-то забывать что-нибудь. У меня больше нравится, ну, на масштаб. Одиннадцать утра только точно. Тяжёлый мне чемодан будет, конечно. В дальней поездке обязательно нужно присутствовать нижнее бельё, носки, зубная щётка, дезодорант, духи, обязательно косметика, так как концерты нужно... Концертный костюм. Концертный костюм. Вот лично я, когда собираюсь, то есть по мне главное, что паспорт – это первое самое. Второе – это концертный костюм. И, в принципе, ты уже можешь выступить, потому что концерт – это главное. В общем, мне надоели все мои вещи. Я не знаю, в чём выступать, поэтому я взяла всё, ну, практически. И так открою, будет, что выбрать. В дальней поездке нужно обязательно не забыть зубную щётку. Трусы, носки, тапочки, пижамы, тёплые вещи. Фотоаппарат, плеер, зарядка для плеера. Зарядка для телефона. Да. И гоу! Как что ли? Паспорт. В принципе, можно всё это не брать, самое главное взять паспорт. И кредитку. Будет такой страшный. В общем, мы сейчас находимся в городе Анапа. День от солнца, холодный. Вообще, я заболела, у меня температура, я уже выпила три таблетки. Ничего не помогает. Выступать я не хочу. Если ты вдруг заболел на гастролях, то выступать тебе всё равно придётся. Надо собраться и через час мы же едем на саундчек. Вот. Сегодня надо стараться, потому что два концерта подряд. У нас очень много косяков. Мы путаем аккорды, поём эти слова. Мы вообще не понимаем, что надо играть дальше. Стараемся делать так, чтобы, конечно, не болеть на гастролях, потому что это переезды, потому что это петь, потому что это нужна энергия, сила. И поэтому стараемся как-то оберегать себя от болезни. Я болезнен. Болеешь? У меня есть боток 3,7,6, да. Да ладно. Да. Болеет. Я выпила таблетку, надеюсь, сместная пища. Плохо, когда у нас кто-то заболевает. Во-первых, это плохо, потому что, ну, нужно выступать, концерт, и вообще болеть-то плохо. А ещё, когда у нас один заболевает, значит, заболевают все. Да. Я нажалась в мёду, и вот, раздилась, легла спать. Короче, когда на стену выходишь, всё равно это уже не чувствуешь. Тут температура 38, мы все уже по очереди выходили с температурой 38 и 39, с ней не под 40, когда тебе очень плохо, товарища, но когда ты выходишь на стену, ты об этом не думаешь. То есть у тебя всё, как болезнь не ходит, но когда ты опять выходишь со сцены опять, ой, как говорит болезнь, голова, ой, Господи, мне плохо. Когда мы сегодня приехали, погода была ужасная. Ну, в плане не ужасная, а просто было холодно и пасмурно. А сейчас погода распогодилась, и на самом деле лучше бы она осталась такой, какой была, потому что сейчас выступать и будет очень жарко, а народ купается. Ну, если бы было бы жарко, то после самого утра, чтобы мы замолились на лишний парксов, то сгон. Да, там обломались. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Маленький лифт. На первом засоточку. А, денег. Жень, я до сих пор, короче, не знаю, для чего нужен саундчек. Мы вот каждый день на гастроли ходим на это мероприятие. Я часто расскажу. А это, Женя, наш любимый коридор. Здесь обычно играет музыка, и мы делаем вот так. Поскольку мы выступаем живьем, нам нужен саундчек, чтобы настроить звук, настроить аппарат, как-то говорится. Но, в общем, чтобы соло-гитара не звучала громче, бас-гитары, а вокал был слышен через барабаны. И надо это все отстроить, чтобы было красиво и понятно. Но для этого нужен саундчек. А вот здесь ничего не напишешь? Да, выключила, включила. Я включила. При саундчеке мы настраиваем звук, прохождение сигнала, баланс гитар, барабанов, баса и всего остального. Поэтому, в принципе, если нет саундчека, значит, и нет концерта. Еще можно? 23. Все, вот так и остальное. Ну, у нас саундчек обычно происходит это первое, что прохождение сигнала, что вообще, то есть, мониторные линии, прострелы и все остальное. А вторая стадия – это настраиваются барабаны, затем настраиваются бас, гитара, соло-гитара и клавиши. А что ничего не играет-то? Ну, вообще, Ромка... Хороший. 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 Да, и мы с ним уже очень долго работаем, потому что, ну, если бы он плохо что-то делал, я думаю, что... Я думаю, что он с нами не работал, ну, по логике, да? Роман, а что, кстати, было вчера, да, я уйду? Ты микрофон наклонила, а мы его так не устроили. Чего? Микрофон наклонила относительно мониторов, и он... А он так вообще тоже так... Когда мы проверили все инструменты, все нас устраивают, и в колодочках все говорят, как нам так нравится, то мы настраиваем уже голос, уже микрофон непосредственно. И это самое сложное, потому что у Ани и у Лены постоянно свистят микрофон. Раз, два, три, катастрофа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, появилась! Сереге все равно виднее, как мы должны звучать, потому что он как бы все это видит уже в голове, и поэтому он помогает и звукорежиссеру, он и техникам помогает. Да, он и нам помогает на концерте, он очень часто стоит сбоку от сцены, и, ну, просто настроение, что называется. Ленке стул приносит, когда надо. Мне микрофон иногда уносит. Ну, в общем, Сережа у нас такой. Да, у нас все руки. Такимастер. Такимастер, пожалуйста. Вы знаете, найти человека, в которого, в принципе, можно влюбиться, это, как оказалось, крайне сложно. У нас дефицит нормальных мальчиков. Их нету. Нормальные парни на земле есть. Нет, нормальных мальчиков полно просто. Так вот, вытяни руку, и они сразу себе привегут. А таких, чтобы интереснее быть... Добрый должен быть. Да, он должен быть добрый и... Любить его. Любить должен тебя. И ты его. Да. И все. Все творческие люди, они дураки, по сути своей. Ну, потому что с ним невозможно общаться, они как с другой планетой. Но это очень интересно. Да их мало. Просто крайне мало. Я уже просто почти две недели сижу там, истекаю слюной. У нее очень хорошо. У нее-то влюблена, и она не парится особо. У меня так плохо, что мне когда Аня там... Говорит, смотри, какие смски мне пишут зайка. Раньше, когда у меня в моторчике кризис, я писала на табличке «Ищу Деда Мороза». Вставала уже для какого-нибудь метро, просто любого, на Таганке. Выход из метро и держала эту табличку. И фиг, ну, как встречают в аэропорту там. Зоя Семеновна. Зоя Семеновна, где приходит на эту табличку. Так вот. Сейчас не прокатывает. У всех разные вкусы, поэтому говорить о том, какая должна быть твоя любовь, это сложно. Это как судьба. То есть, если ты почувствовал, что человек твой, что тебе с ним комфортно, что ты его любишь, и больше тебе, в принципе, ничего не нужно, тогда это твой идеал. Вот и все. Пришла очень забавная ситуация, когда мы первый раз выступали в Ялте. Это было в начале июня, июля, августа. В начале августа мы выступали в Ялте. И я смотрю в толпу, и понимаю, что там очень знакомые два мальчика, просто безумно знакомые. И, естественно, там у меня постоянно с ним делительный контакт. Я потом вышла в зал, расписала, написала на животе, я люблю тебя, пупсик там, на меня попросил. И, конечно, не знаю этих парней, просто, понимаешь, я их знаю, не понимаю, откуда. И одного из них я вызываю, он наслаждается спеть. И рядом забирает бас-гитару, Лена начинает что-то играть, сам такой, типа, выбирать. И я понимаю, что они музыканты, и я просто, понимаешь, я очень любила эту группу раньше, вот это три назад, я слушала их песни. И в итоге они потом приехали в гостиницу, дождались там меня. Мы пошли с ними на смотровую площадку на 16 этаж, ночью в Ялте, еще была гроза, молния постоянно сверкала, было очень красиво. Группа называется «На грани», и реально я слышала их песни. И забавно получилось то, что три года назад я очень любила этих чуваков, а через три года они хоп и приносят приходят на наш концерт. Все поменялось. Очень милый мальчик, там, фриз, такая милаха, весь татуировок, поспорок был этим лицом. Берет он очень скромный и милый, такой. Он все не решался меня обнять. Я даже вчера влюбилась в него, но сегодня это любовь прошла, потому что у меня температура будет. Круто было познакомиться, потому что я слышала этих мальчиков еще давно, и мы просто ходили на смотровую, смотрели на город. Ничего такого, о чем говорит Аня, там не было. Я заявляю, это абсолютно серьезно. Он лудит и поддакивает тебя. На самом деле, чувство у него ко мне. Все лет с трех уже. Но он никак не отвечает мне взаимности. Все подкатывает, и он подкатывает. И никак. Неужели бы пожрать и поспать. Подводки к песням мы никогда не придумывали заранее. То есть, ну, как фишка ляжет, так и скажем. То есть, иногда мы можем повторить, искать одну и ту же подводку на несколько концертов. Иногда, то есть, вообще не делаем подводок, да, просто начинаем играть дальше. То есть, рок-н-ролл такая штука, которую ты не запланируешь. Перед Луной нужно что-то новое придумать. А ключ у нее какой-то? Да, перед Луной точно нужно новое что-то придумать. Дай мне последний шанс. Я говорю, да! Ну, это бывают в жизни дни, когда приходится расставаться. Ну, да, бывают в жизни моменты, когда приходится расставаться с любимым человеком. Извини, сказать, как зовут Юра. Но, в принципе, всегда есть последний шанс надеяться на то, что он вернет. И, конечно, это Юра, дай мне последний шанс. И пусть ты с Лизой такой. Если представить, что каждый день новый город, каждый день концерт, и каждый день придумывать новую подводку, это, я думаю, очень сложно, на самом деле. Как зовут твоего человека, который ты люблю? Нет, нет, нескорее заловка. Кто больше пропечит? Саша, Петя, да, да. И вот кто больше всех пропечит? А Лифтин! Да. У кого больше всех, то значит, чем продлубить. Обавшие листья, я думала, может быть, типа... Вы знаете, когда, ну там, типа, когда лето... Кажется, что оно будет вечно. Да, кажется, что оно будет вечно, но когда наступает осень, то листья... Это наше чувство. Когда у человека в сердце живет лето, кажется, что оно будет вечно. Но когда наступает осень, мы все превращаемся в опавшие листья. Сегодня мы опавшие листья, сегодня мы огни побережья. И то, что завтра может присниться, уже не повторится, как прежде. Мы будем трогать хрупкие звезды, теплом своим скрывать, так нежно забыть, понять. Поверить не поздно, твоя любовь остается надеждой. На-на-на... На-на-на-на-на... На-на-на-на-на... В общем, недавно мы выступали в городе Судак. Это было какого числа? Спрашивай меня, я вообще в числе? Да, мы потерялись уже в числе, в дни неделя. В общем, я представляю песню «Опавшие листья», и Аня начинает играть, то есть, аккорд. Она делает аккорд, мне надо вступать. И я, то есть, к микрофону так иду, и понимаю, что я сейчас начну петь. Первый день новой жизни нас, мальчишка-деты. Я такая... И понимаю, что нет, и я возвращаюсь, такая, какая песня, какие слова, а сегодня... И так, сегодня мы опавшиеся, что меня переклинило вообще полностью. А, кажется, просто я не такой штрих играла. Если вспоминать гастрольный тур полтора месяца, то было очень сложно помнить о том, в каком городе мы находимся. И иногда на концертах у нас есть приветствие, там, то есть, что ты наш, привет, Москва! И, собственно говоря, мы обычно меняем, просто подставляем Москву, там, в Екатеринбург, там, не знаю, или Буфа. И иногда бывают моменты, когда просто выходишь на сцену и так, а где... А какой город? В каком городе мы находимся? С Женей мы вчера тоже облажались, тоже ржали, когда мы начали представлять песню следующую. Я начала, она меня прослушала, то есть я говорю... Ялта, мы следующую песню хотим посвятить вам, потому что вы сегодня вообще энергичные, вообще задорные, и вообще, вот, и вообще мы вас любим. И я, и такая тишина в зале, и я поюшу на Женю, а Женя меня не слушала, и говорит... Я не должен сказать, что я прослушала. И что ты говоришь? Ялта. Нет. Да, Ялта. Если ты опять забываешь, какой город, хотя тебя уже 10 раз напомнили, а тебе уже прям надо сейчас-то сказать, то делаешь просто «Привет, друзья!» Или «Привет, Ланна!» «Привет, Ланна!» Или, ты слышишь, у тебя пропадает, короче, микрофон, ты знаешь что? «Привет!» «Привет, Ланна!» «Привет, Ланна!» «Привет, Ланна!» «Привет, Ланна!» «Да-да-да-да!» «И в этот момент, как бы, он на тебя смотрит, ты знаешь, какой город, ты говоришь, что это Кемерово!» «А, Кемерово, Кемерово, я тебя вас не вижу сразу!» «Начинаешь, как бы, чтобы, типа, никто не понял, что ты забыл». А вообще, мы сегодня очень тяжело ехали. Мы вчера выехали в час из Ялты ночи, и ехали всю ночь на автобусе, в котором невозможно было спать, там были простые сидящие места. И мы ехали до... «В пол первого мы приехали в гостиницу, в 7 часов утра мы приехали на границу». «Судя по моему лицу, мы всю ночь ехали в автобусе, и очень долго стояли на таможне. А то и нас спустили, собака ничего не нашла, к сожалению. А мы едем дальше». «Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть». «ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что касается нашего бытового райдера, у нас много особенностей. Мужчины, не бритые. Ой. Да я не знаю, что у тебя в райдере прописано, а у нас прописано сметана, много сметаны. То есть много чего-то, очень-очень любят сметаны. Там, которые бротики на площадке, соки, муты. Я от туалета, но уже на трех потажу здесь. Ребята, я на первом же такое лишнее с отравлением угарным газом, моментально. Крепо не ходите, там маленькие капельки повсюду, покажут. Мы не придирчивые, если, допустим, этого даже не от чего мы просили, ну, ну, значит нет. Ну и ладно. Очевидцы заходят прямо в туалет и говорят, что надо расписаться, а тем правильнее говорят, кому надо расписать. Как-то мы выступали в Ялте, я встретилась там, со своими друзьями, они говорят, вот Женя, мы уже ждем вас в гостинице 2 часа. И нам уже девочка, которая работает в этой гостинице, рассказала о том, что у вас в номерах стоят бутылки шампанского. Да, фрукты, конфеты, там, типа, а, говорит, у вас вообще не в номерах какие-то... Да, у нас шампанского в номерах нет. И кто-то подумал, что все, черт возьми, у Крылова. Ни одной свободной минуты нет. Спать будем все в Москве. На гастролях кто-то спит. А мы-то думаем, откуда у него так много фан-клубов во всей стране? Ответ прост. Вот это Ранетки Лайф. Мы Ранетки. Может быть, когда мы станем старше и брутальнее, мы будем заказывать себе 5 литров паника на площадку. Кубинские сигары в номер и что-нибудь еще. Мы никогда не знаем, что произойдет на концерте. Это так ужасно. Потому что мы понимаем, что может произойти что-нибудь... Зря-то вон выходящее. Это очень круто было, когда у нас на концерте вырубили вообще без... О, электричество. Вы знаете, мы играем, играем... Ту-ру-ц-ту-ру-ц-ту-ру... И так тихие голоса. Ла-ла-ла-ла-ла... Ту-ру-ц-ту-ту-ц-ту-ра... Та-на-на-на-на-на... В тишине. И хорошо, что мы, главное, не остановились. То есть мы начали... Уже сами как-то пытались переорать. Все это... Ну, вообще страшно было. Но он выключился на несколько секунд. Его потом вырубили. И, в общем, получается, мы не представляли ни ритма, ни чему. Но все равно, вот это, что это было, что это было. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. И дай, 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 дай... Спасибо! Да, еще было обидно, когда тоже после нас выступала какая-то девушка. А у нас в этой концертной программе же мы на барабанах с ним тальк, пьем по ним, так все красиво разлетается. И нам запретили сыпать этот тальк, потому что платье пачкается. Ну, у тетечки, которая выступала после нас, пачкалась платье от талька. И мы в 8 концертов не сыпали талька. Было не так весело. Мы же взыпали постоянно. Я же перед тетечкой. А вот, а еще я бы с удовольствием в райдерку писала такую штуку, что обязательно горячая вода в гостинице. Потому что мне правда надоела такая штука, когда там Лена начинает мыться, она точно моется первая, и ей хватает горячей воды, чтобы просто ополоснулся, и дальше она уже домывается холодной водой. И я после нее, естественно, тоже холодной водой. И это очень обидно, прям, вот такое вот. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, у нас ездится полтора часа, и мы решили провести его на прекрасном пляже. Все как надо. Маменький желе, сиськи на выгоду. Я бы больше удовольствием катать не надо. Мне нравилось. Причем в прямом смысле этого слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова